Прежде всего, я полагаю, что нет необходимости кому-либо вмешиваться. Хамас побеждает в этой войне и побеждает очень уверенно. Не забывайте, есть разница между Хамас и палестинским народом, которые погибают каждый день от рук израильских военных, у которых нет другого выхода, у них нет возможностей, и умения приблизиться и бить непосредственно по Хамас. Израильтян выкосили, когда они вошли в газу в 2014 году, попробуют снова, результат будет тот же. Израиль ведет обширную риторику на предмет уничтожения Хамас раз и навсегда и так далее, но это для домашнего использования. В реальности будут достигнуты договоренности, когда миру надоест смотреть на мертвых палестинских детей. И эти договоренности поставят Хамас в более сильную позицию, потому что Хамас сделал то, что не сделала ни одна арабская армия, а разве что кроме Хазбулла до этого момента. Победить израильскую армию. Хамас унизила израильскую армию. Нанесла удар такой силой и точности, каким могли бы позавидовать любые силы спецопераций в мире. Мы говорим, и они продолжают унижать израильскую армию. Да, израильтяне окружили газу. А боевики Хамас продолжают входить и выходить из газы, атакуя израильские позиции. Израильские элитные силы по борьбе с терроризмом понесли ужасающие, ужасающие потери. В иных подразделениях 20-30%, включая командиров. Итак, ты понимаешь, дело в том, что Израиль не сможет победить в этой войне. В свою очередь, Хазбалла заявляет, если Израиль войдет в газу, она вступит в дело. Хотя я не думаю, что Израиль войдет в газу, у них нет на это возможностей. Но Штаты говорят, если Хазбалла вступит, то они ударят по Хазбалла. Ударь США по Хазбалла, то Иран ударит по Израилю. То есть, в теории, да, мы можем получить региональный конфликт, но опять же, я отмечу, это все основано на теории, если Хамас проиграет, а Израиль победит. И кто-то вступит на стороне Хамас. Хамас не проигрывает сейчас. Он побеждает. Побеждает, выживая. И Хамас выстоит в этом. Трагедия в том, что люди, которые заплатят наивысшую цену, это невинные палестинские гражданские. Более 50% населения газы младше 18 лет. И их убивают в настоящий момент. А еще страдают израильские гражданские лица. Заметьте, я не сказал невинные. Нет невинных израильских гражданских, есть гражданские. И они защищенный класс. И они не должны становиться субъектом ведения военных действий. Но нет ни единого невинного израильского гражданского. Потому что каждый гражданин Израиля добровольно стал частью системы, построенной на спинах и угнетении палестинских людей. И поэтому нет невинных израильтян. Есть израильские гражданские, нуждающиеся в защите. Но они не невинны. Не как люди газы. Граждане газы невинны. Их дети родились в этом концлагере под открытым небом. Они этого не выбирали. Из них никто не голосовал за Бенемина Нитаньяху. Не они платили налоги, на которые содержат армию обороны Израиля, которые больше приспособлены ломать руки десятилетним мальчикам, а не убивать боевиков Хамас. Итак, ситуация просто трагическая. Я думаю, Хамас в сильной позиции. И они инициировали... Поймите следующее. Хамас выбрал место и время для начала этого конфликта. Хамас вынашивал планы годами. Если посмотрите на точность, с которой началась эта военная операция, вы поймете, насколько огромна была подготовка этой операции. И если хоть на минуту вы думаете, что Хамас начал все это и не имел понятия, что же в конце концов случится после, ваш мозг не работает. Хамас продумал каждый шаг этого пути. Хамас прекрасно знают, что они делают, как они хотят это делать и чего хотят достичь. Они находятся под землей, в газе, появляясь когда нужно. Они приготовились к длительной осаде газа. У них не кончится вода, еда, электричество или газ. Палестинские гражданские, которые на земле, да, они заплатят страшную цену. Но мне кажется, сейчас мы должны понять, что они платили страшную цену 75 лет. И не то, чтобы эта страшная трагедия разыгралась за сутки. Я полагаю, несмотря на то, что это абсолютно ужасно наблюдать, как убивают палестинских людей, думаю, большинство палестинцев сказали бы, мы готовы страдать больше, чтобы окончились эти страдания. И если хотя бы что-то из того, что произошло, начатое Хамас, заставит международное сообщество в конце концов объединиться и решить эту проблему с пониманием, что решение проблемы – это не израильское решение, геноцид палестинцев. Но если результатом решения станет создание полноценного палестинского государства, то мне кажется, палестинцы скажут, мы будем платить ту цену, которую необходимо будет заплатить. Но этой точки зрения вы не найдете на Западе. Это точка зрения, которая исходит от палестинцев, и эта точка зрения широко игнорируется.